Прием Гайкадзори проводили лучшие врачи-специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики. Впервые на Дне здоровья работал спирограф. Обследование на этом аппарате позволило селянам узнать состояние их легких. Сразу же можно определить у пациента, буквально по одному выдоху, сколько процентов легких у него дышит. Норма от 80 до 100. И здесь по прибору видно, когда у человека идет обструкция, когда хуже ситуация, когда какие-нибудь были травмы, операции, потому что низкие сразу проценты. Жители Гайкадзорского округа активно проверяли кровь на глюкозу и холестерин, измеряли давление, рост и вес. Особой популярностью пользовались услуги таких специалистов, как офтальмолог, невролог, эндокринолог, кардиолог. Нам и в город далеко ехать. Ну ладно, мы доедем. А там же тоже так же врачей не пройти. И город есть город, а село есть село. И в селе доступно, просто доступно. И очень хорошая организация. Я пришла тоже проверить свое здоровье, потому что недавно простыла сильно. Хотелось бы, чтобы посмотрел и терапевт, и сделать УЗИ. Много пациентов приняла и врач-терапевт Наталья Матюшина, которая в медицине уже более 20 лет. В детстве Наталья мечтала стать ветеринаром. Но позже, учаясь в Кубанской медицинской академии, окончательно определилась с выбором своей специальности. К сожалению, люди идут в поликлинику, когда уже заболели. Когда уже требуется лечение, больничный лист или уже направление на госпитализацию в стационар. А вот именно такие вот мероприятия и позволяют заняться именно профилактической работой. Это очень ценно и очень важно. И очень хорошо, что все это проводится. Серьезную помощь в организации мероприятия постоянно оказывают студенты медицинского колледжа. Их можно сразу узнать по надписи на футболке «Спроси меня». Все обследования и приемы врачей в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы!» бесплатны. Заместитель главы Людмила Мурашова и начальник управления здравоохранения Вячеслав Ушаков проконтролировали, как проходит и организован День здоровья в селе Гайкадзор. Люди не толпятся. Люди могут присесть, отдохнуть в очень короткой прямой доступности абсолютно все врачи. Нет сумасшедших очередей. И я считаю, что это очень хорошо. Это как раз та задача, одна из задач, которые мы выполняем. Легкость и доступность пациента к врачу. Продолжался День здоровья традиционно до последнего пациента. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева цикл профилактических мероприятий будет продолжен. Ближайший День здоровья пройдет 28 февраля в Доме культуры села Джигинка.